Помочь организациям, которые помогают. В пятницу глава города встретился с представителями социально ориентированных некоммерческих объединений. Их в Иванове немало, у каждой своя целевая аудитория. Защищают права женщин, ветеранов, пожилых людей. Работают с инвалидами. Благодаря такой индивидуальной, кропотливой работе с инвалидами, вы видите сейчас инвалидов и на соревнованиях, и в театрах, и по городу, везде. Значит, наша задача, ну одни инвалиды уходят, другие приходят. Надо преодолеть внутренний барьер. Поэтому мы ведем встречи и с психологами, и сами индивидуальные работы. Цель таких организаций не зарабатывать, а помогать людям. Но и существовать на что-то нужно. Как минимум оплачивать аренду офиса и коммунальные услуги. А есть еще и особые проекты, которые тоже требуют затрат. Мы решили заниматься людьми, которые выходят из, например, онкодиспансера и идет период восстановления. Мы им помогаем выйти из этого состояния. Они начинают заниматься живопись, они начинают заниматься пескографией, хором и так далее, и так далее, и тому подобное. И возник вопрос. Конечно, нужны релаксационные материалы, то есть пескография в обязательном порядке. Потому что, вот я говорю, у меня слезы, потому что я это все как бы уже перелопатила, пережила. Самым этим людям это необходимо. С 2013 года некоммерческим организациям помогает город. За 4 года гранты из бюджета получили 118 объединений. В этом году обратившихся за помощью почти вдвое больше, чем обычно. Потому решено выделить на эти цели дополнительные средства. 6 миллионов рублей вместо предусмотренных 4. С этим предложением глава города намерен обратиться к депутатам. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.